Добрый день, уважаемые товарищи! Сегодня проводим экстренное заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украину. Причинами экстренного заседания являются уже назревшая гуманитарная катастрофа в Мариуполе, в городе с полумиллионным населением и назревающая гуманитарная катастрофа в городах Киеве с населением около 3 миллионов человек, Харькове с населением до полутора миллионов, в Сумах с населением до 300 тысяч жителей, а также в ряде других населенных пунктов. Вызывают справедливое возмущение вопиющие случаи террористических действий украинских националистов, обусловленные насильственным удержанием и воспрещением к эвакуации мирного населения и иностранных граждан. Из Харькова 3189 граждан Индии до 2700 Вьетнама, 202 гражданина Китая, из города Сумы 576 граждан Индии, 101 гражданин Ганы и 121 из Китая, из Чернигово 9 граждан Индонезии. Кроме того, Министерство обороны Российской Федерации обратились представители Великобритании с просьбой об эвакуации 10 человек своих граждан, семерых из Киева и троих из Мариуполя, которые не могут покинуть блокированные населенные пункты. Вчера в Харькове нацистами обстреляна группа китайских граждан при попытке самостоятельного выхода на территорию России. Два человека получили серьезные ранения. Приазовский государственный университет, также в городе Мариуполе, заминирован. Подступы к нему заминированы управляемыми взрывными устройствами. В этом же городе Мариуполе задержаны 60 граждан, следовавших гуманитарному коридору и насильственно перевезены в 34-ю местную школу, которая также заминирована. Теперь эти террористы используют мирных жителей как живой щит, шантажируя наступающие формирования Донецкой Народной Республики готовностью взорвать школу с заложниками. В Киеве, Харькове, Сумах, Одессе, Мариуполе, а также еще не менее чем в двух десятках крупных населенных пунктов нацисты блокируют десятки тысяч граждан Украины, и не выпускают их в безопасные места. Такое катастрофическое положение дел складывается практически на всей территории Украины. Все указанные факты открыто свидетельствуют о применении киевским режимом запрещенных приемов ведения боевых действий и нарушений норм международного права. Таким образом, на Украине практически сложилась гуманитарная катастрофа. В сложившейся обстановке напрашивается вопрос, где базовые принципы организации объединенных наций по гуманитарному праву, где соответствующая реакция со стороны мирового сообщества, соответствующих структур организации объединенных наций, ОБСЕ, других международных организаций, где роли места западных стран по принуждению Киева к соблюдению элементарных правил в отношении к мирному населению. К сожалению, ответов на эти вопросы в первую очередь от тех, кто довел Украину до этого катастрофического состояния, цивилизованный мир до настоящего времени не получил. Учитывая изложенное, прошу Министерства иностранных дел Российской Федерации экстренно развернуть активную, целенаправленную работу на всех международных площадках по организации эффективного воздействия на киевский режим, а также на администрации перечисленных населенных пунктов, в том числе крупных городов, по немедленному прекращению противоправных действий в отношении мирного населения, а также граждан иностранных государств, обеспечить в кратчайшие сроки создание гуманитарных коридоров для вывода через них безопасные районы всем гражданам, которые изъявили на это желание. Российской стороной при этом уже созданы все необходимые условия для безопасной эвакуации. Мы готовы в любой момент, на любом направлении создать соответствующие гуманитарные коридоры. В Белгородской области на пунктах пропуска Нехатеевка и Суджа уже сегодня с 6 утра в готовности к выезду в Харьков и Сумы для спасения индийских студентов и граждан других иностранных государств находятся 130 комфортабельных автобусов. На пунктах пропуска оборудованы места для временного размещения, отдыха, горячее питание, развернуты мобильные и медицинские пункты, создан запас лекарственных препаратов. Эвакуированные в дальнейшем будут перевезены в город Белгород с последующей доставкой на родину воздушным транспортом, в том числе самолетами военно-транспортной авиации. Теперь несколько слов о ходе решения текущих задач. Всего на текущий момент из зон проведения специальной военной операции эвакуированы более 142,5 тысяч человек, в том числе 39 661 ребенок, в том числе за сутки 5 486 человек, из них 917 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 15 246 автомобилей, в том числе 738 за сутки. В субъектах Российской Федерации штатно продолжает функционировать более 7 тысяч пунктов временного размещения, в готовности работать индивидуально с каждым пребывающим из соседнего государства. Благодаря эффективно принятым мерам, в том числе по обеспечению вооруженными силами России безопасности, созданию гуманитарных коридоров и введению режимов тишины, для применения любых огневых средств и действий войск. За иссекшее время удалось вывезти из опасных районов 588 человек иностранных граждан, в том числе 28 февраля из Киева 151 гражданина Франции, Бельгии, Италии, Польши, 13 граждан Швейцарии, Грузии, Голландии и США, 1 марта 146 человек миссии ОБСЕ в город Ростов-на-Дону, 2 марта 180 человек миссии ООН из Киева, 47 сотрудников посольства Греции из Мариуполя и 51 человек миссии ОБСЕ из Харькова. Никто из перечисленных граждан не пострадал и все выехали в избранные населенные пункты. Продолжается оказание гуманитарной помощи населению на подконтрольных вооруженным силам России и воинским формированием Донецкой и Луганской народных республик территориях. За истекшие сутки всем населенных пунктов Херсонской и Харьковской областей доставлено и передано местным жителям более 52 тонн предметов первой необходимости медикаментов и продуктов питания. Сегодня проводится 14 гуманитарных акций в населенных пунктах Херсонской Сумской и Харьковской областей в ходе которых населению освобожденных районов будет передано 315 тонн предметов первой необходимости продукты питания а также медикаменты. На этом совещание завершаем. Благодарю всех за работу. Продолжение следует... Продолжение следует...